Всем привет! Мой сегодняшний второй обзор посвящен косметике по уходу и декоративке, которую я чаще всего пользуюсь. Начну я со своего любимого лосьона от Ифраше, Пюр Систем, очищающий лосьон против прочей. На самом деле я его пользуюсь как увлажняющий лосьон, чаще всего зимой, но иногда летом. Он гелеобразный, немножко такой зелененький. И в составе у него в основном алое. Триснула на меня, вот он вот такой. Он мне очень нравится, наверное уже 3 или 4 таких флакона использовала за все время его бытия. Вот этот тоник, который мне достался из поменяшек в группе Ириски, посвященной Ифраше, контакта. Когда-то я там была, надеюсь, она еще существует, эта группа. В общем, тоник Арифлейм, охлаждающий, с экстрактом мяты и зеленого чая. Он мне нравится. Я им даже иногда блек для губ смываю. Ну, такой запах специфический, но приятный. Вот. Вообще-то я каталожную косметику, ну, не очень так люблю, но иногда хочется что-то такое попробовать. И поменяшки как раз самый подходящий вариант для меня был. Вообще я купилась из-за того, что он такой вот оранжевенький. Люблю такое вот все оранжевенькое. Самый дешевый лосьон для лица, огуречный. Таким я стала пользоваться, наверное, еще задолго, да и Фраше, может, лет 10. Он стоит сейчас даже, по-моему, около 20 рублей. Это спирт и, значит, парфюмерная композиция и огуречный настой. Действительно он пахнет огурцом. Зелененький такой, освежающий. И я им в основном пользуюсь в жаркое время года, но иногда зимой. Кожа у меня смешанного типа, но иногда она мне кажется жирной. И вот он меня спасает. Вот этот кремик, чистая линия, крем питания и увлажнения, 20% алоэ. Мне подарила подруга из Калининграда, Саша, привет, если ты меня смотришь. Он для лица и тела похож, по консистенции и вообще по виду, на такой же от и Фраше с ромашкой. Но в Фрашевском там, скорее всего, 125 мл, тут 50. Но и Фрашевский для меня несколько жирноват и тяжеловат. Хотя для тела он, в принципе, нормально подходит. Я этот крем использую в основном для лица. Вот он такой вот, нежненький. Быстро впитывается довольно. Практически ничем не пахнет. Так, вот это тоже подарок от моей тетки из Пензы, Натальи. Она иногда к нам приезжает и всегда придет какие-то няшные сувенирчики. В этот раз я ее не видела, но мне передали от нее это Фреш Микс. Желе для рук и тела, ягодное. Тут красно-черное-белое смородины. Оно вот такое, примерно цветом. Действительно желеобразное такое, светло-фиолетовое. Пахнет ягодно. Оно очень долго впитывается и довольно липкое. Мне оно, в принципе, оно увлажняет действительно, но так как оно такое, долго-долго впитывающееся, я ему очень редко пользуюсь. Оно мне, конечно, понравилось само по себе по эффекту, но никак на деле. Не люблю я липкое. Это еще один подарочек. Это от Аленки. Мы с ней встречались. Я это молочко видела у нее в обзоре буквально за день до встречи. Аленка, привет. Я думаю, ты меня смотришь. Молочко для снятия макияжа. Dolce Milk. Молоко и лесные ягоды. Очень нежное, хорошее молочко. Хорошо удаляет косметику. Правда, я пользуюсь в основном бальзамами и помадами для губ. Оно беленькое. Такое вот. Пахнет оно очень похоже на ифрашевскую лимитку лесные ягоды с мумузи. Если у меня в туалетных водичках такая осталась, то в следующем обзоре я ее, значит, покажу. Очень нежное такое молочко. Вообще, подобную косметику я первый раз вижу, но она мне очень нравится. Называется Larin Cosmetic. 125 мл. Я думаю, мне хватит надолго. У меня как раз недавно закончилось ифрашевское молочко. Пюркамель, но вот оно пришло на смену. И второй подарок от Аленки. Это гель для душа ифраше. Серии Жордан Дю Монт. Цветок Магнолия Китая. Кажется, я таким еще не пользовалась. Пахнет нежненько. Вообще, люблю кремовые гели. И мне вот таких флаконов ифраше хватает обычно на 20 применений. Но иногда чуть больше, если я больше введю на губку. Так. Это у меня помадка от ифраше. Коричневая. Но иногда вот мне нравятся такие странные цвета для меня. Нежненькая и увлажняющая. Она мне нравится. Это из той же серии красная. Вторая у меня. Она у меня не очень стойкая такая. В смысле, сам стик сломался быстро. Что у первой, что у второй. Но она мне нравится. Она увлажняет губы. Такая яркая. Кажется, я ее покупала за 350. Сейчас, возможно, она дороже. Это мой любимый бальзам для губ. С вишенкой покупала в начале года ифрашевский. Из новой коллекции на тот момент. Он... Я его использую даже больше как помаду. Такого же цвета. Примерно на губах. Сейчас попробую сделать сводч. Так. Вот такой. Даже чуток с блесками. Вкусно пахнет на губах. Хочется ее вообще скушать. Ее хватает, кстати, надолго. Вот она практически еще целая. Хотя я уже больше, чем полугода ей пользуюсь. Так. Это мне когда-то пришло в подарок. Я заказала на клубнике парфюмерию. Это Calvin Klein. Красный блед для губ. С кисточкой. На самом деле он дико растекается. Хотя он с мятой. И у него увеличивающий эффект. Но я сейчас в основном им рисую. по акварельной бумаге. В общем, он мне немножко не так пригодился. Так. Это бальзам очередной. Прошлогодней коллекции. Лимитка новогодняя. Шоколад и малина. И фраше. Я им пользую где-то полтора года. Он еще практически новый. Ну, в смысле, его еще прилично тут можно долго выдвигать. И у него тоже такой розовый оттенок на губах. Сейчас я его попытаюсь на коже передать. Да, ну, он примерно вот такой. И он действительно увлажняет. Ими я пользовалась до приобретения малину. Так. Вишневого. Да, он, кстати, пахнет малиной. Довольно вкусный. Эти лаки у меня были в прошлом обзоре. Этот лак мне подарила Женечка. Женечка, привет, если ты меня смотришь. Я им, правда, еще не пользовалась. Это какой-то польский. 6 мл. Сейчас посмотрим, кстати, как тут кисточка и каким он цветом. Он, по ходу дела, с блестками. И более такой прозрачный, наверное, даже. Уж я не буду его использовать на своих ногтях, чтобы потом не смывать. Так. Вот эта помадка от Арифлейм. Мне она пришла в подарок в поменяшках. В моих первых поменяшках. Вот такая вот с блестками. Я иногда и тоже пользуюсь. Вот такой вот цвет. Так. Еще одна помадка. Это Голосийская, кажется, роза от Ифраше. Я ей довольно давно уже не пользовалась, но у нее еще срок годности где-то полугода. Так. Вот такая вот по цвету. Пахнет, кстати, она как такая не очень хорошая дешевая косметика каких-то там советских времен. Ну да ладно. Это у меня тоже бальзам для губ. По-моему, его можно использовать как для локтей такой увлажняющий. С вишенкой. Вот такой вот. Может там видно просто как волк даже не знаю, он мне напоминает. Это Арифлейм. Черри. Мне его подарили года два назад. Кажется, на день рождения. Так, еще один от Арифлейма. Это от Женечки. С вишенкой. Я люблю с вишенкой, кстати. Вообще все дешневое. Он мне не очень удобен по... Такой вот. Ну, не люблю я такими пользоваться. Так вот выдавливать. Для меня он несколько липковат. Но на губах хорошо смотрится. Сейчас попробую его выдавить даже чуть-чуть. Такой вот он. Так. Это моя любимая масочка для рук. Льняное масло и полевой хвост от Грин Мамы. Она даже маленькие ранки затягивается, если наносить на кожу. Проверена на мне. Его года четыре уже пользуюсь. В общем, нанести на руки на 20-30 минут. И потом ополоснуть водой. И намазать, соответственно, кремом увлажняющим. Не знаю, будет ли видно состав. Она такая вот зеленоватая. Мне она очень нравится. Для наксидей, кстати, она тоже хорошо на них действует, укрепляет. Ну, это обычная жидкая для снятия лака из магнита. Где-то там рублей 20 стоит, может, чуть больше. Хотя лаки она у меня смывает не особо. Надо усиленно так потерять, чтобы все удалилось. Так, это мой кремик из моей поездки в Белоруссию, которая была в мае месяц этого года. Он косметика Белкосмекс. Цена тут, конечно, белорусская стоит. Это где-то около 80 рублей в переводе на наши деньги. Он на основе кокосового масла. Очень хороший. Хорошо увлажняет руки. Для ногтей тоже хорошо. Он, сейчас покажу, вот такой беленький. Пахнет он, кстати, кокосовым маслом. Мы его пока сюда внесем. И, кстати, очень быстро впитывается. Хотя, если много нанести, то белый такой слой еще остается. В общем, оставим его высыхать. Это тоже маска от Green Mama. Тоже моя любимая. Освежающая калиновая с ментолом для лица. Серию Летай. Вообще, она от прыщей. Она действительно помогает от прыщей. Но иногда, когда мне хочется освежиться, я ее тоже наношу на лицо. В общем, тут шалфейк, корень лопуха, чайное дерево, мята, ментол. Ну и, соответственно, глина. Она вот такая вот белая. Кстати, советую косметику Green Mama. Она мне очень нравится. Она, конечно, сейчас подорожала. И, может быть, даже не обоснованно подорожала. Но очень хорошая. Так, а тут уже моя химия такая пошла. Вот такой пингвинчик. Раньше там был совершенно другой блеск. Но меня как-то в феврале месяце этого года торкнуло на самодельную косметику. И сейчас у меня здесь бальзам для губ с кокосовым маслом и какао. Ну, тут еще какое-то масло. Я дам ссылку на свою страничку ВКонтакте. Потому что так-то я не помню. Ну, практически бесцветный на губах на самом деле. Так, это возле ногтей тоже производство имени меня. На основе лимонного масла. Ну, и воска, естественно, тоже, кстати. Просто когда-то видела похожий воск и решила попробовать сама испать. Остатки былой роскоши. Баночка-то уже вообще непонятно, от чего она была. Там раньше бисер хранился. Тут, возможно, будет видно. Это кокосовое масло и зеленый чай. Мелкая помола, пудра такая. Я его использую как крем для ног. Остатки такие. В общем, такой вот он. Жиденький. Тоже делаю где-то весной. Но пока еще никто не помнит. Так, и вот еще у меня баночка. Это тоже из поменяшек. Планета СПА Эйвен. Я не очень поняла, что это такое. На самом деле скраб или маска. Пользовалась ей буквально два раза. Но она мне понравилась по действию. Пахнет она так. Странненько. Так, ну и еще вот у меня тоже самодельный. С баночками у меня вечный напряг. Так, тут крем для рук я делала на основе лимона и кокосового масла. Делала как крем для рук и ногтей. Кстати, впитывается довольно быстро. Ну и думаю, на этом мой обзор закончен. Если вы меня досмотрели до конца, спасибо вам большое. До новых встреч. Ну и как-то так.